Катит-катит, вперед, увидел слева парня, Радула, слева Янков, передача, ставит фьюшку Янков и Касутин выручает ладу в этом эпизоде. Могли выходить вперед армейцы и передачи, то какая своевременная. В меньшинстве Локомотив играет здорово, пятая команда по убиванию в тропу в блин. Но получается так и сходу Могли зарядил на Мурыгин Крацанова. Вот дальше для Мурыгина такие броски может быть. По одному очку команду уже набрали. Сочинцы уже догнали армейцев Санкт-Петербурга. 83 очка у этих команд. Слабое тушение, что было у нового кузнечан. Второй раз в этом матче имеет чемпионное преимущество. Бросок до Бивания. Как же здорово играет здесь. Барри Брас великолепно спасает свою команду. Вот он герой эпизода. Раз бросок, два и три. Казалось бы, да, без пустого гола, наверное. Все в передаче, все точно только походит. Басок, это конечно прилетело. Так, рано. Барнаков, классный какой момент. Тут все красиво. И баску, главное атакующее действие от Басок. Стандартные действия на фоне вот этой всей беготни со стороны Барнакова. Цветков. Отлично разыгранная комбинация. Светка уже шахматная. На два года вперед просчитала. Когда шайба шла уже, забросаешь, он видится. Имеется, что у нас осталось. Когда ты горишь 1-5 при своих болельщиках, которые заполнили сегодня арену. Потеря Осова на сети линии Дадона выходит один на один за Гедулин. Был бы счет чуть поменьше, мы бы сказали, что он оставляет свою команду в игре при 1-5. Конечно, этого не скажешь, но то момент, в котором Осово в окружении в экс-опермене просто остал шайбу. За эту шайбу. Пока что абсолютно ничего генералу не встречается. Надо отметить, конечно, генералу автоматизм. И еще один момент. Бросок Налимов. Спасает свою команду от третьей пропущенной шайбы после броска Мальцева. Очередной шедевр выдает Налимов. О чем мы говорим? Надо выживать. Сколько он выручает, сколько он ловит таких шайб. Субтитры создавал DimaTorzok